В маршруте «Добра» новая остановка. Для гостей свои двери открывает ТЦСОН Первомайского района Бобруйска. Отделение круглосуточного пребывания пенсионеров и инвалидов посещает заместитель министра спорта и туризма Беларуси. И хоть людям солидного возраста, чаще всего больше нужна тёплая беседа, реальную помощь никто не отменяет. Олег Андреевичек дарит сертификат на покупку спортивного оборудования, а также 20 комплектов шашек и шахмат, чтобы не скучать. Мы видели глаза и слёзы радости наших людей, которые прошли довольно-таки большой жизненный путь. Но вот этот взгляд горящий, вот эта вот энергия теплоты, это ощущалось. Акция от всей души, хоть и стартовала только в этом году, но уже успела порадовать многих. Напомним, что с подачи президента начался благотворительный марафон. На наших глазах зарождается новая белорусская традиция, и равнодушных точно нет. Подключаются депутаты и администрация города. В качестве подарков сертификат на покупку бытовой техники и сладкие боксы. От творческих коллективов яркие номера. Мы выражаем искреннее слово благодарности за их труд, за тот хороший фундамент, который они заложили для того, чтобы мы могли сегодня и завтра созидать на благо нашей прекрасной республики Беларусь. В этом центре 37 воспитанников, которые в силу разных обстоятельств нуждаются в помощи. И государство её оказывает. Каждый постоялец здесь может рассчитывать на уютную комнату, наблюдение медперсонала и четырёхразовое сбалансированное питание. Особое внимание уделяет досугу импровизированные концерты, настольные интеллектуальные игры ежедневно в расписании. Здесь так хорошо. Даже с родителями не так будет хорошо, как здесь. Здесь нас смотрят очень хорошо. Всё стирают. Не могу ничего плохого сказать. Я вот здесь 10 лет с нашей Викторовной. Отлично живет человек наш заведующий. Отделение рассчитано на проживание 45 человек. Наши люди могут у нас проживать от недели до года и более, если в этом есть необходимость. Граждане вы видели довольны, ухожены, радостны. Мы стараемся для наших людей. К благородной инициативе присоединяется и молодёжь. Волонтёры БРСМ готовы разделить не только хлопоты по хозяйству, убрать снег, сходить в магазин за продуктами и наколоть дрова, но и восполнить недостаток общения. Помощь в частном доме нужна в любую пору года. Для меня это достаточно важно, потому что это просто доброе дело. Приходишь, помогаешь за благодарность, приятно всё, как-никак. Кто-то просто говорит добрые слова, кто-то пожелания на будущее. В принципе, это достаточно важно. Поднимает настроение на целый день, как-то приятнее становится на душе. Акция продолжается, а без внимания не останется никто. Впереди ещё есть время для добрых дел. Сейчас в Белоруссии более 120 тысяч одиноких пожилых граждан. Каждый из них нуждается в заботе и общении. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.